всем привет меня зовут марина казарина я преподаватель студии на экиманке и мы записываем ознакомительное видео я не знаю поэтому будете ли вы заниматься со мной если будете если у вас есть оборудование то нам понадобится планка если вы захотите позаниматься у вас нет оборудования то мы можем сымитировать планку взяв махровое полотенце с небольшим ворсом и сложив его шириной 5 сантиметров слоями и затем это полотенце сворачиваем на пополам и мы получаем имитацию двойной планки и если вы занимаетесь да не просто смотрите то мы заводим планку за голову таким образом чтобы сверху нас осталась небольшая часть примерно с ширину ладошки и мы опускаемся на наш или фирменный до пробс или на имитирование пробса ноги согнуты и мы кладем ладошки на передние и нижние ребра и первое с чего всегда начинается критическое выравнивание это расслабление дальше мы с вами сделаем упражнение на силу на координацию но для того чтобы наработать новую силу новую координацию нам сначала нужно отпустить напряжение в теле именно этим мы и займемся можно смотреть пространство вокруг себя убедиться в том что она абсолютно безопасно и прикрыть глаза переместить внимание внутрь тела в свои ощущения и пока планка либо полотенце возможно в вашем случае оказывает поддержку грудному отделу позвоночника мы будем перемещать внимание от одной части тела к другой отпускаем напряжение мы начинаем с макушке головы переводим внимание на затылок расслабляем мышцы лица переводим внимание на глаза и мы можем заметить интересную связь положение глаз и и напряжение или расслабление мышц в теле сейчас за закрытыми веками сомитируйте взгляд перед собой и обратите внимание как реагирует на такое положение глаз мышцы тела а теперь закатите глаза вверх и немножко внутрь как это бывает когда мы засыпаем и возможно вы заметите что мышцы начинают автоматически непроизвольно расслабляться то есть есть связь между напряженными глазами и напряженными мышцами тела и расслабленными глазами которые автоматически провоцируют расслабление и мышц теле тоже теперь обратите внимание на челюсти пусть они будут слегка разомкнуты мы расслабляем горло плечи стекают через стороны в пол тяжелые лопатки грудной полностью отдает вес на планку тяжелый корпус полностью отдает вес на опору расслабленная правая рука левая рука правая нога левая нога и на классе у нас обычно немножко побольше времени есть возможность пройти по более подробным сегментам тела а в нашем презентационном занятии мы пойдем дальше и нам нужно будет вывести руки вверх соединить большие пальчики между собой и мы начинаем как будто бы немножко разрывать замок из рук но у нас нет задачи его разорвать мы это делаем для того чтобы почувствовать большую активность в ладонях и в руках в целом мы обращаем внимание на локте локтевые складки обычно имеют тенденцию разворачиваться но мы представляем что локти это влюбленные которые стремятся друг другу поэтому они всегда смотрят друг на друга и никогда не ссорятся и сейчас когда мы поведем руки назад за голову присматривайте за локтевыми складками присматривайте за локтями чтобы локти оставались четко идеально прямыми и также присматриваете за своими лопатками которые возможно будут пытаться ползти вверх но мы будем просить немножко оттягиваться вниз к тазу это даже не какое-то специальное усилие скорее мы им не даем ползти вверх чем мы как-то насильно их оттягиваем и мы начинаем движение мы ведем руки назад за голову если получается сохранить локтевые складки прямые локти лопатки скорее к тазу чем вверх тогда вы в какой-то момент встретите костную остановку где вы можете попружинить и не можете пройти ниже если у вас локти сгибаются руки выходят из плечевых суставов тогда да мы можем довести руки до пола но в критическом выравнивании мы всегда ищем костные связи у нас никогда нет задачи что-то куда-то довести и и поэтому если вы честны с собой локтевые складки локти лопатки то мы не минуем и встретим вот эту самую костную остановку дальше которой руки не пойдут и здесь возможно еще одна компенсация это ребра обратите внимание чтобы ваши ребра не взлетали вверх оставались погруженными внутрь корпуса чтобы утяжеление которое мы с вами получили в начале утяжелению корпуса на планку никуда не потерялась от того что мы начинаем делать движение руками возвращаем руки вверх и и пробуем еще раз присматривая за локтями лопатками ребрами не спеша оставляя тяжелым таз ведем руки назад за голову и и чувствуем что вот он мой стоп на сегодня и немножко пружиняем продолжая натягивать замок из рук не позволяя корпусу подлетать от планки руки вверх возвращаем пока ладошки на ребра и поизучаем еще одну костную остановку еще один рычаг который есть нашем теле это рычаг между стопами и тазом мы сейчас попробуем поставить сначала стопы четко под колени обычно у нас пятки получаются как-то подальше да и нам нужно их скорее всего будет перевести поближе к себе и ноги на ширине таза если у вас большой объем тела то это не значит что мы расставляем ноги по краям до объемов тела нет мы находим свои кости ноги на ширине таза мы меряем эту ширину по костям теперь мы пробуем загрузить вес ног в таз то становится более тяжелым он расплющивается приземляется прибивается к полу и мы начинаем чувствовать что чем тяжелее таз тем легче стопы и в какой-то момент возможно стопы захотят оторваться при этом дыхание в животе не блокируется мы по-прежнему можем спокойно и глубоко дышать начиная вдохе от низа живота и даже если ноги не взлетали то все равно вы наверняка почувствовали что стопы они стали более легкими часть веса она загрузилась в более тяжелый таз а теперь наоборот мы начинаем сливать вес таза стопы стопы становятся более тяжелыми в какой-то момент то становится легким и практически сам отрывается от пола если мы будем развивать это движение то мы можем выйти в полумост но сегодня мы в него не пойдем мы просто поиграем с этим рычагом почувствуем как тяжесть и легкость могут меняться местами опускаем таз и снова сливаем вес ног то сделаем таз тяжелым и пробуем почувствовать легкость и позволить ногам оторваться и снова добавляем руки как мы это делали в начале ладошки вверх в потолок переплетаем замок из больших пальцев рук и начинаем заводить руки за голову и возможно вам удастся почувствовать что хотя мы вроде бы добавили дополнительные движения за счет того что мы пробуем эти движения делать не с помощью напряжения двигательных мышц а с помощью проведения движения по костной структуре сделать движение полностью то есть завести руки и поднять ноги будет легче чем просто поднять ноги и просто опустить руки и и это такое мне кажется первый яркий образ проведения движения который мы можем почувствовать схватить в своем теле на первом же занятии критического выравнивания и мы не торопясь возвращаем ладони стопы первоначальное положение ладошки на передние и нижние ребра прикрываем глаза утяжеляем голову утяжеляем корпус таз стопы ладони и чувствуем как от этой тяжести в теле рождается легкость критическое выравнивание это метод мне кажется он больше всего про жизнь я до и кого я занималась разными видами и фитнес и йоги но именно этот метод мне кажется он самый такой самый актуальный то есть в плане того что занятие и кого она не заканчивается с окончанием класса поэтому мы пробуем сейчас действительно почувствовать в теле вот эту тяжесть которая рождается от отпускания напряжения и которая создает легкость внутри нашего тела и мы пробуем забрать эту легкость собой с коврика и чувствует ее дальше в течение всего следующего дня можно поворачиваться на бок с опорой на руки с тяжелой головой мы поднимаемся благодарю вас за внимание всего хорошего а